Поставили мы шатры свои, появились всякие ляхи и ляжки, отправились в их... Постой, а хочу попросить, зачем ляжки были белые или черные? Среди тех русов из Гордарики, с коим я, жена моя, дочь моя были, а сладкие речи вели и песни пели только мужики, а ляхи молчали, а ляжки поют вот-вот так. А ляжки сверкали на наполовину. Ляжки сверкали. Так вот, после этого пришли, наконец, разные ляхи, такие вот, такие, такие, и тут я выучил ляжское наречие, вы не поверите. Пью я сливовку, пью сливовку, пью сливовку и говорю, к вам сливовку и сосульку. Сосульку я пил, не перебивай меня, это моя история, пил я сосульку. И я говорю, сестре своему, говорю, пан Максимилиан, а он тоже профессор, пан Максимилиан, как и я. И говорю, как хорошо я знаю наречие ляхов. Он говорит, да и я наречие литвинов. Я такой, стоп, я не литвин. Он такой, так я не лях, я из Брно. Вот что сосулька творит. Лучшее средство для изучения наречий. Ну а самое великое, что со мной приключилось в стране ляхов, бились мы пятерками против ляхов. Бились, бились и не победила моя пятерка, потому что проиграли мы в финале пятерки из страны русов. Так за страну русов, за гордарику, за соседей наших, за хозяев наших, Чтоб весело у вас прошел и следующий год, и чтоб, если вы кому и проигрывали, так только братьям своим. СКОЛЬ! СКОЛЬ! Добавить-то и нечего. Ну да. Да не, по-моему, у меня очень много вопросов на самом деле. Слушай, что сомневаюсь, что у него сам... Это клёвая стоянка на фестивале «Карпатская Троя» в «Ла Самураи». Вообще-то японские «Ла Самураи». Видите, что ли? А в «Ла Самураи» тут причем? Блядь. Они вывезли шатер. Чей шатер вывезли? Самураи. Вывезли ларек раскрашенный, стилизованный в японские, так сказать. А Япония это где? А? Япония это где? Блин, очень в районе Карпат, Вася. Судя по Мапомунди, это там, где находится ад. Там находится ад по Мапомунди. Это ранние средневековые, кстати. Ну а, короче говоря, с финалом было смешно. Короче, вышло две российские команды, две польских. Ну, финал, все. И мы такие, значит, ну, как бы жеребьевка, да? Как бы. Ну, как бы жеребьевка. И вдруг такие «Русия!» Один, Эдон, Русия три. Мы такие «Чего?» Мы такие, ну, как бы к капитанам команд польским подходим. Пацаны, ну, как бы западло. Ну, вам же самим не интересно. Они такие, типа, рука Бога. Мы такие. А у нас была пятерка, в смысле, Кулагин. Ну, в общем, короче, мы собрались первый раз, ну, вот именно пятеркой драться. Ну, второй день дрались. Стави алкаши, Один. Не-не-не-не. Короче, братья Кулагины, я Йохат. Йохат, панда. Йохат, ну да. Ну вот. И, короче, говоря, слаженная пятерка парней. Парни говорят, давайте на раз-два-три выкинем, кто ляжет. Я такой, да ну, как бы глупо, парни. Они говорят, давайте не будем биться. Я такой, им только это надо. И Россия Эден, и Россия-три все дисквалифицируют. Ну, мы такие, давайте, короче, говорю, парни, у вас слаженная пятерка, Кулаги нам надо торговать. Короче, сейчас со страшными лицами сходимся. Короче говоря, только без фанатизма. Ага, говорит Хельгий. И, знаешь, от жопы мне. Парепи такой, бродоксан, бум, да, да, да. Без фанатизма, знаешь, только сижу, такой, поляк. Вообще жесть. Сука. Но с Кансом круто. И вообще, короче говоря, я, ну, не знаю, может, Игорь не согласится. Игорь, ты помнишь, Олег мне утверждал, что это первый раз было в Сталинград, что якобы, что первый раз российская команда где-то победила в Польше. Да, броди. Раньше не запрещали побеждать. Да, конечно, российская команда редко когда... Я что-то не припомню, чтобы там проигрывали полякам этим пшеком сраном. Отмечали побеждать российским командам. Когда там проигрывали? Не все, кроме польских. Ага. Там пшеки эти сраные все время, блин, жиденькие в штанах убегали. На массовых боях побеждали много раз, короче. А на пятерках? На пятерках. На моей памяти второе место самое лучшее. А, слушайте. Ну, причем поляки слетали, ну, в серединке. Слетали в этом. Шведом просирали, короче. Нас заставили перебиться с одной пятеркой. Мы только потом узнали, что в первом раунде мы со счету 3-0 вынесли победителя турнира пятерок. Да поляки, ссыкуны! Ну, я как бы так, ну, я после этого так, когда мне рассказали, я тогда больше напрягся, потому что мы еще какие-то парни мы вышли. Шведка, Машка, Боска, приходь до мэне. Короче, оказывается, еще сюда запрещено колоть. И в голову запрещено колоть. В голову, понятно. А сюда это... Нет, нет. Да в голову. Стон. Речи Посполитой. Все, поле стонет. Ой! Я такой думаю, я что, больно человека ударил? А человек шлем сбрасывает, рукавица сбрасывает, вещь бросает. Я думаю, блин, ну сейчас начнется. Смахач. И все, короче, к маршалам. Я такой. И Кулагин такой. Подходит. Ну, они взапали, сразу речь забыли. Мы такие, о чем мы сделали? Они говорят, ну, короче, уколол запрещенное место. Я говорю, а ты куда его уколол? Ну, типа, как вообще. Ну, там. Он говорит, да нет, я плечо, все. Короче, рулились минут пять. Ну, в смысле, они там, значит, на маршалов, значит, так набрасываются. Что-то такое. Баранский забор. Ну, так получилось, как мы не виноваты. Все, переиграть. Еще одна сходка. Ну, в общем, короче говоря, это было. То есть, потом, что интересно, вот к чести пацанов, каждый из тех, кто вот так сделал, подошел. Ну, в общем, конечно, честно выиграли. Ну, так получилось. Ну, вам повезло. Ну, то есть, как бы, то есть, потом они признают выражение. Но вот этот вот задор, то есть, вообще, спор. Да, не надо было сбрасывать ту же шлем рукавицы и боксоваться к нему сразу. Не, понимаешь, что... Не, ну, да, ну не понял, так, ну, нахер. Говори, пицца разрешено, понимаешь? Я аккуратно так, ну, щелк. И вдруг чувак, понимаешь, такой... О-о-о-о, они бы не знали. И ты тоже? О-о-о-о! И к нему в драку сразу! У них еще 3 человек отстает, а я шлем снимать, да. Да пофиг, они же ссыканут, они шляхи. У меня история была, когда с один раз поляком остались... Где, где? В России без дизы выезд. И остались один один с ним. Ну, я говорю, все, он с длинномером, я с длинномером, я недолго думаю. Бросаю длинномер, хватаю там щит-меч, ну, говорю, и рвать дистанцию. Видя то, что я иду, говорит, нельзя ли хватать, еще что-то. Он хватает меня за наносник вот так в шлеме, за шлем вот так вот просто раз, отрывает меня от земли, короче, и вот так вот, блин, и колозет. Я такой думаю, ну, я как бы там запалит, размер его не увидел, я спрашиваю, говорит, что за человек-то такой был-то? Он говорит, это там нас, чемпион Польши и там бронзовый призер Европы, там по бодибилдингу, силовому экстриму и всему чему прочему. Ему-ка оружия не нужно, он кулаками, говорит, выносит все. Белая королева твоя. Мы с длинномерами его брали. Понятно, я вообще-то я не стал вестись. Имея некоторое, опыт, блядь. Костер надо, да? А когда вот и назначить главного. Вот сейчас кто кого убьет, тот пойдет костер. Почти. Пошка есть. Лезешь. Лезешь. А если не лезешь, то что делать там еще? Помирай. Помирай. Погай. Занимался. Хорошо. Хорошо, но длинно, очень длинно. Второй, золотой, мальчик. То есть, а что длинно. То есть, а что длинно. Хорошо. Займался. Кто проиграет, то сжигает костер. Я, пиду, кладу. Да. Хорошая злота. Не сильно. Ну, колес. Мое? Мое. Ебать. Вообще, по штанам вот так. Хорошо. Я-то тебе хорошо здесь добыл. Хорошо. Ты скажешь. Что-то было. Все было. Было. Стоп. Стоп. Было. Раз. Раз. Башка. 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 Давай, чтобы золка не уйдешь. Башка. Башка. Рука? Давай еще раз. Помогай, тебе певал. Нет? Руки дули? Ну, давай еще раз. Чтоб я ухал. Купал. Из последних сил. Ну, давай еще раз. Руки дай. Руки дай. Давай еще раз. Руки дай. Давай. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Оооо! Ооо! Та-та-та-та-та-та-та-та-та!! Dylan. Ооо!!! Ооо уÁ! Или humanitarian дляcallения. А что же мы едем в нашу танк? Достойная высота для женщин! Давайте! Достойная высота для женщин! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok